Генеральная ассамблея ООН выбрала 5 новых непостоянных членов Совета Безопасности. Минздрав Мексики раскритиковал заявление ВОЗ относительно смерти их гражданина от птичьего гриппа. Тем временем в Бангладеш в результате мощных наводнений пострадали 530 тысяч человек. Подробнее об этих и других международных событиях в нашей рубрике «Мир сегодня». Генеральная ассамблея ООН выбрала 5 новых непостоянных членов Совета Безопасности. Ими стали Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали. Страны сменят Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию, срок полномочий которых истекает в декабре. В состав Совбеза ООН входят 5 постоянных и 10 непостоянных членов. Первые – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – обладают правом ветом. Непостоянные же могут принимать участие в голосованиях и избираются сроком на два года. Больше 500 человек, принадлежащих к этнической группе Баджо, депортировали из Малайзии. По сути, это кочевой народ мореплавателей, который в основном живёт в самодельных лодках на побережье моря и редко выходит на сушу. Это лица безгражданства, у которых нет документов, удостоверяющих личность, из-за чего в стране их считают нелегальными мигрантами. Этническая группа Баджо проживает преимущественно у берегов Малайзии, Индонезии и Филиппин. Минздрав в Мексике раскритиковал заявление ВОЗ относительно смерти их гражданина от птичьего гриппа. По словам местных властей, 59-летний мужчина скончался от почечной и дыхательной недостаточности. В заявлении также отметили, что вирус птичьего гриппа у человека проявляется в мягкой форме и не вызывает таких симптомов, как у погибшего. Ранее ВОЗ сообщила о первом в мире случае летального исхода от нового штамма птичьего гриппа в Мексике. Пациенты изначально госпитализировали жалобами на дышку, тошноту и диарею. Однако результаты анализов показали, что мужчина заразился под типом инфекционного заболевания, который ранее регистрировали лишь у животных. Массовую гибель морских ежей зафиксировали в Красном и Средиземном морях. Наиболее сложная ситуация в заливе Акаба. Там иглокожие исчезли полностью, заявляют израильские ученые. Причина вымирания – загадочный паразит, который буквально за два дня поражает целые колонии, после чего их выбрасывает на берег. Эксперты заявляют, вымирание морских ежей может изменить баланс экосистемы рифов. Именно они поедают водоросли с кораллов, которые блокируют солнечный свет для их дальнейшего развития. 530 тысяч человек пострадали в результате мощных наводнений на северо-востоке Бангладеш. 42 региона страны ушли под воду. Подтопления произошли на фоне сильных ливней, которые привели к разливу местных рек. Только за сутки уровень воды в них поднялся почти на два метра, достигнув критической отметки. Разрушены тысячи домов, закрыты школы и государственные учреждения. К этому часу эвакуированы свыше 5000 человек. Сейчас они находятся во временных убежищах. В турецкой провинции Анталия вспыхнул масштабный лесной пожар. По данным местных СМИ, огонь вплотную приблизился к жилым кварталам. Пламя быстро распространяется из-за ветра. Дорогу возле участка перекрыли. На месте работают пожарные. Спасатели эвакуировали детей из детского сада, расположенного недалеко от леса. На этой неделе на большей части Турции установилась жаркая погода. На курортах Анталии и Бодрум температура превышает 40 градусов. Райхан Серикова, 24КЗ.